добрый день уважаемые коллеги спасибо вам большое за терпение за то что дожили до этого последнего доклада микрофон поближе я постараюсь быть постараюсь бодренько его прочитать и если у вас будут какие то вопросы то наверное можно будет сразу в дискуссии изложить мой доклад тоже касается хронического болевой синдрома онкологических больных и он достаточно узко фокусный посвящен использованию собственно только порт систем имплантированных порт систем для купирования болевого синдрома если говорить о статистике то по нашим наблюдениям это где-то только 10 процентов от общего количества больных с хроническим болевым синдромом которым показана имплантация порт систем если формулировать эти показания то это должен быть хронический болевой синдром не купируемый пероральным и инъекционным назначением опиатов адекватных дозировках причем понятие адекватная дозировка наверно является здесь ключевым у нас были пациенты которые получали пероральную форму морфина в общей дозировке до 480 миллиграмм в сутки и именно вот эти дозировки у них были адекватными при этом пациенты достаточно долго существовали активно вели активную жизнь и подборы так оптимальной дозировки пероральных опиатов является как раз кинально предметом вот этой специальности по лечению хронической боли хронической боли о которой говорил на владимир предыдущем докладе кроме того другим показаниям к имплантации порт системы у хронического болевого при хроническом болевом синдроме являются выраженные побочные эффекты которые ограничивают системное назначение опиатов кроме того оценить предварительно насколько эффективна будет имплантация порт системы этого пациента можно путем предварительной имплантации на кожного эпидурального катетера с оценкой эффективности обезболивания ну и обязательно конечно должно быть информированное согласие пациента этот процесс имплантации все его особенности побочные эффекты возможные осложнения должны быть очень тщательно и подробно быть обсуждены самим пациентом с его родственниками поскольку зачастую использование этих порт систем будет производиться в амбулаторных условиях или на дому пациента и очень часто непосредственно функция на использование порт системы на введение препаратов ложится на плечи родственников пациента и от их скажем так нелетального уровня зависит и эффективность обезболивания и обсложнения которые при этом могут происходить поэтому селекция пациентов должна происходить еще исходя из этих соображений исходя из соображений организационной возможности использования конкретно данного способа обезболиванию конкретно данного пациента если говорить об общем принципе использование порт систем то он универсален для всех видов порт систем это превратить сложную инъекцию в какую-то простую подкожную инъекцию сложную внутривенную сложную внутри артериальную сложную внутри перитениальную интратекальную все это сводится к простой подкожной инъекции которую гарантированно и безопасно может выполнить в принципе любой человек после достаточно краткого инструктажа причем эффективность доступа к выбранной полости будет сто процентов вне зависимости от того насколько предыдущем ну до постановки порта насколько инъекция могла быть сложной настоящий момент на рынке представлены только одна модель порт систем которые могут быть имплантироваться это порт системы компании бибраун возможно эпидуральная и интратекально то есть субархноидальная имплантация катетера существует два размера катетеров 19 и 20 гейдж камеры портов стандартные в среднем это где-то три с половиной сантиметра в диаметре с возможностью выполнения до 850 инъекций при использовании специальных игл губера вот это вот силиконовая мембрана этих порт систем выдерживает больше 800 инъекций в том случае если вы используете специализированные иглы без керновые иглы которые позволяют минимально эту мембрану травмировать и максимально долго ее использовать в зависимости от того какая методика обезболивания выбрана анестезиологом специалистом по лечению боли как я уже сказал в наборе имеются два катетера жесткие обычные эпидуральные и более мягкий полиамидный для субархноидальной имплантации все порт системы снабжены специальным фильтром для снижения возможности попадания бактериальных агентов ткани и для фиксофильтрации посторонних примесей сама методика имплантация технически достаточно простая проводится на поясничном на выбранном уровне к этому можно вопрос еще вернуться проводится пункция эпидурального или субархноидального пространства если это субархноидальное пространство мы получаем обратный ток ликвара если это эпидуральное пространство то используется тест потери сопротивления заводится специальный катетер если это эпидуральная имплантация то он мало отличается от обычного катетера для эпидурального обезболивания если это субархноидальный катетер то он более мягкий и И снабжен специальным проводником металлическим, который позволяет завести его на нужную глубину и на нужное расстояние. После этого в проекции десятого ребра по передней подмышечной линии выполняется разрез и формируется полость, куда в дальнейшем будет имплантирован порт. Затем проводится тоннелирование подкожной клетчатки с использованием специального гибкого тоннеллера, который позволяет провести катетер от места пункции. Скажем так, на поясничном уровне, через боковую поверхность спины до уровня имплантации порт-системы. Вот он катетер, вот он уже тоннелированный, проводится подкожно. А в этот карман, который мы изготовили по передней подмышечной линии, имплантируется сам порт, который при помощи специального устройства достаточно плотно фиксируется к катетеру. По данным производителя, вот это крепление выдерживает давление в 325 PCI, таким образом гарантируется возможность отсоединения катетера, дислокации катетера в достаточно высоких уровнях давления при проведении инъекций. После этого все погружается подкожно, накладывается шов, и в принципе порт-система готова к использованию уже в день имплантации. Процедура на самом деле достаточно простая как с хирургической точки зрения, так и с анециологической, поскольку пункции и катетеризации эпидурального пространства на настоящий момент, наверное, владеют все анестезиологи, рутинно пользуются. И каких-то выраженных особенностей, отличительных черт пункции эпидурального пространства и для лечения хронического болевой синдрома у этой группы пациентов и рутинной пункции эпидурального пространства в принципе не существует. А методика тонализации и изготовления кармана для порт-системы, для самой камеры порта, она технически не сложна. Мы в своей практике используем субархноидальную, то есть интертыкальную имплантацию катетера и, собственно говоря, интертыкальное, соответственно, введение препаратов для лечения хронического болевого синдрома, ориентируясь на различные руководства, в том числе на это клиническое руководство по интертыкальному аналгезии для хронического болевого синдрома, где указаны следующие потенциальные дозировки для морфина, которые, наверное, являются препаратом выбора, по нашему мнению, у больных с хроническим болевым синдромом. Если сравнить, то потенциальными дозировками будет являться 300 мг морфинопироз, 100 мг парентерально, 10 мг эпидурально и 1 мг интертыкально. Вот именно это соотношение и заставило нас выбрать именно интертыкальный способ введения препаратов, минимальные дозировки, соответственно, можно ожидать минимальные и побочные эффекты, минимальная кратность введения и минимальная потребность в выписывании наркотических препаратов, что тоже немаловажно с учетом организационных особенностей нашей страны. Если говорить о результатах, которые мы получили, то, как я говорил, таких пациентов немного. На настоящий момент установленных портов уже 23. Это 23 пациента различного возраста от 36 до 65 лет, пополам примерно мужчины и женщины. И максимальный срок имплантации порт-системы для хронического болевого синдрома составил в настоящий момент 12 месяцев. При этом, надо сказать, что удалось у всех пациентов добиться стопроцентного купирования болевого синдрома. То есть на фоне используемой порт-системы, максимальные значения болевого синдрома, максимальные значения по визуально-аналогу шкале не превышают 2. Основной препарат, как я уже говорил, это морфин. И дозировки, которые используются, варьируют от 30 до 20 мг в сутки. Начальная дозировка, как я говорил, уже используется 1 мг, после этого происходит тетрование дозы для получения адекватного обезболивания. И в среднем это составляет 2-3 мг у большей части пациентов 1 раз в сутки. Длительность обезболивания составляет от 22 до 36 часов после однократного введения препарата. У части больных с выраженным нейропатическим компонентом у двух пациентов была использована комбинация морфина и клофелина. Дозировки 55 мг морфина и 25 или 50 мкг клофелина в сутки. У части пациентов использовалась инфузия местного анестетика. Использовался низкоконцентрированный раствор нарапина в виде инфузии с помощью эластомерной помпы. Если обратиться к клиническим примерам, то достаточно характерная пациентка с выраженным болевым синдромом, обусловленным раком поджелудочной железы. Наверное, наиболее сложный для купирования вид болевого синдрома, когда происходит задавление черевных стволов, солнечного сплетения. И этот болевой синдром крайне тяжело купируется любыми ампиатами в достаточно высоких дозировках. А вот использование порт-систем позволяет достаточно эффективно этот болевой синдром купировать. Пациентка, о которой я говорил, до установки порт-системы получала суммарно 180 мг морфина в виде подкожных инъекций. При этом сохранялся очень высокий уровень болевого синдрома по визуально-аналогу в шкале 75-80 мм. После имплантации порт-системы, порт был установлен энтеротекально, она получала 5 мг морфина один раз в 18 часов. То есть получается раз в полтора, чуть больше, чем раз в два раза в сутки. При этом удалось добиться адекватного обезболивания. Пациентка продолжила специфическое лечение и была проведена сначала химиотерапия, два курса химиотерапии. После чего она была прооперирована радикально. И через 7 месяцев после использования порт-системы порт был удален, поскольку на фоне специфического лечения болевой синдром был купирован и до дальнейшей необходимости в обезболивании не возникало. Наверное, это наиболее показательный и успешный пример использования порт-системы, поскольку пациентку мы наблюдали потом еще 3 года. 4 года. И за это время, в принципе, рецидивов заболевания и, соответственно, рецидивов болевого синдрома у нее не было. Остальные пациенты, конечно, более пистемистические, везде прогноз и исход. Например, молодой мужчина с саркомой кости и таза с очень тяжелым болевым синдромом. До имплантации порт-системы также была использована комбинация опиатов. Использовалась трансдермальная система дозировки 250 мкг в час. Плюс пациент самостоятельно принимал пероральный морфин сульфат МСТ-контину 120 мг в сутки. При этом также сохранялся очень высокий уровень болевой синдрома. Практически больной не спал ночью, отказывался от пищи, появились ульцидальные идеи. И после имплантации порт-системы удалось значительно уменьшить выраженность болевого синдрома. При этом кратное сведение морфина сульфата энтротекально было два раза в сутки в дозировке 10 мг. Плюс еще на ночь, иногда не каждый день, пациент принимал МСТ-контину, но в дозировке уже 30 мг на ночь. Длительность использования порт-системы у пациента составила 4 месяца. И после этого наступила смерть на фоне, до конца неясно, или прогрессированного заболевания, или осложнения в виде тромбоинвалии легочной артерии. Однако за то время, что больной наблюдался, и за то время, что у него использовалась порт-система, качество жизни у больного заметно улучшилось. Он начал вставать, ходить с костылями, даже выходил на улицу, гулял со своим 6-летним, по-моему, ребенком. Он начал есть, значительно улучшилось общее состояние самочувствия, но вот внезапно наступила смерть, видимо, от тромбоэмболии. Следующий пациент с раком предстательной железы. Также был имплантирован интертикальный катетер и установлен порт. Этому больному проводилась инфузия местного анестетика. Использовался нарапин в концентрации 0,1%. Использовалась инфузия с помощью ластомерной пумпы со скоростью от 3 до 5 мл в час. При этом также удалось добиться значительного снижения болевых ощущений, снижения уровня болевой боли. Но наблюдалась выраженная слабость в нижних конечностях за счет моторного блока. И появились ортостатические проявления изменения гемодинамики в виде головокружения. У этого пациента порт использовался 3 месяца. И сходом поступила смерть на фоне прогрессивного основного заболевания. Однако вот в течение 3 месяцев использования порт системы, конечно, удалось добиться значительного улучшения качества жизни в плане снижения болевых ощущений. Вот эта выраженная слабость в нижних конечностях и головокружения, конечно, ограничивает использование местных анестетиков для лечения хронического болевого синдрома. Однако, как альтернатива, может быть использование комбинации местного анестетика с пиатом. Использовался у следующего пациента фентанил. И использование этого диланта позволяет в значительной степени уменьшить скорость инфузии. И, соответственно, снизить выраженность этих побочных явлений. Вот если у предыдущего пациента использовалась скорость введения 5 мл в час, то при добавлении в раствор фентанила в дозировке 2 мкг на мл удается скорость инфузии снизить до 2 мл в час. Соответственно, моторного блока уже не наблюдается. Наблюдаются только небольшие парастезии и слабость нижних конечностей, которые в значительной меньшей степени снижают мобильность пациента, мешают им вставать и ходить, и в меньшей степени вызывают генемодинамические изменения при перемене положения тела. Наверное, все, что можно сказать по нашему опыту использованной порции системы. Большое вам спасибо за внимание. Спасибо большое. Коллеги, возникли ли вопросы? Для того, чтобы иметь возможность устанавливать. В случае, если возникли какие-либо осложнения после установки этого порта, не будет вопросов связанных с этим? Спасибо. Даже вопрос не сколько ко мне, сколько к Юрию Сергеевичу. Какая требуется документальная и регламентирующая документация, база для... Вы накопили большой опыт, у вас уже, наверное, были осложнения, поэтому свою позицию изложите. Насколько я считаю, наверное, требуется специальная, дополнительная к специализации анестезиологов какая-то подготовка, прохождение к какой-либо специализации. Однако в настоящий момент, насколько мне известно, ни одной из кафедр в Российской Федерации не проводит специализированных тренингов, сертификационных циклов по лечению хронического болевого синдрома. Поэтому всё, что сейчас делается, делается, ну, в какой-то степени, можно сказать, off-label, можно сказать, да, на энтузиазме и на свой страх и риск. Однако надо сказать, что вот за это время, за эти 4 года, что мы имплантируем, портить с тем каких-то серьёзных осложнений, которые повлекли, там, смерть пациентки, пациентов или значительно, там, ограничили привлеку инвалилизации, пока не наблюдалось. Спасибо Вам за интересный доклад. У меня несколько вопросов. Скажите, вот мы опасаемся использовать морфин эндотикально, потому что из-за опасности аэрострального распространения и в последующем угнетение респираторной функции вы использовали на большие дозы, 10 мг два раза в сутки, там, до 20 мг указано. Были ли какие-то осложнения? Наблюдались ли описываемые, я знаю, что они описаны в литературе, встречались ли Вы в своей клинической практике? Ну, надо обратить внимание, что большая часть пациентов, которым имплантирована портсистема, они до имплантации получали уже опиаты, причём достаточно больших дозировок. Поэтому вполне возможно, что у них толерантность к опиатам, к их системному использованию, к их системным эффектам, их с нейтральным эффектом, видимо, значительно снижена. У всех этих пациентов проводилась титрация дозировки морфина, начиная с 0,5 мг, ну или с мг, если болевой синдром был выражен, до достижения адекватного обезболивающего эффекта. И надо сказать, что в первые 2-3 суток введения у части пациентов, где-то у 23, в 30% больных наблюдалась седация, которая не требовала, скажем так, ни перевода на ИВЛ, ни использования каких-то декоментозных коррекций, и проходила самостоятельно в течение, ну, скажем, первой недели использования. Но, наверное, это ещё и связано с тем, что многие пациенты до этого уже получали опиаты, и, наверное, у опиат наивных пациентов такие дозировки могут быть опасны. Ну, наверное, тут уместно вспомнить историю. Где-то в 80-х годах ведь введение морфина эпидурально было очень распространено. И как раз в тот период, наверное, были изучены, и в том числе и осложнения, и было показано, что после введения морфина эпидурально в течение 12 часов, вероятно, остановка дыхания. Поэтому и рекомендовалось тогда в течение 12 часов обеспечивать наблюдение. Но здесь, наверное, особая категория, особые ситуации, в том числе вот такая определённая толерантность к морфину у этих пациентов. И здесь облегчение боли у них, конечно, приоритетное, наверное, да, по сравнению со всем остальным. Ну, и все эти пациенты, имплантацию у всех пациентов проводили в стационаре. Первые 2-3 суток они наблюдались, естественно. Поэтому и удалось избежать. Ну, кроме того, тетрацидозировки, доза, наверное, тоже то, что имело значение для того, чтобы избежать этих осложнений. Спасибо большое. Знаете, я с вами, наверное, соглашусь в отношении толерантности к морфину, когда вот пациенты до этого получали внутримышечный доступ, да, при интеротекальном. А вот у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы организационно выходили из ситуации, то, что вот ряд препаратов, да, интеротекально, вот то, что самое, клофелин, его нельзя использовать. Как вот эти юридические аспекты? Ну, вот Юрий Сергеевич помнит, наверное, в 2001 году я защищал диссертацию у них в Совете военно-медицинской академии, в том числе по использованию клофелина для интеротекального ведения интероперационных. Так вот, мы собирали документационную базу под эту защиту, и выяснилось, что еще в 88-м году комитетом, фармкомитетом СССР было принято, было принято ряд документов, которые разрешали использование клофелина в острой фазе при, при, не длительной, не хронической, а, скажем так, кратковременной использовании его для интеротекального ведения интероперационного. В дальнейшем эти документы не были обновлены и повторно утверждены фармкомитетом Российской Федерации. Поэтому определенная, скажем так, поддержка есть, ну, мотивация, да, аргументация, но если, конечно, возникнет какое-то судебное разбирательство, то ее будет явно недостаточно. Ну, поскольку мы уже перешли вопросы и, может быть, в какой степени дискуссия, я тоже помню диссертации с введением клофелина эпидурально, которые очень долго лежали в высшей администрационной комиссии без утверждения, потому что как раз отсутствовало разрешение фармкомитета. А если брать еще туда дальше историю, да, то до того, как вводили клофелин эпидурально, были предложения использовать формалины эпидурально для нейролиза у пациентов с тяжелой хронической болью и в достаточной степени эффективно. Это, как бы, этап быстро прошел, потому что стали спрашивать, как это формалины эпидурально, это же вообще никуда не годится. Потом клофелин. Вот на данном этапе можно прямо сказать, что в России нет разрешающих документов, позволяющих использовать клофелин эпидурально. И, к сожалению, поскольку фармкомитет канул в лето, его вообще не существует, то рассмотреть возможности изменить вот эти показания на сегодняшний день просто-напросто нет. Более того, на сегодняшний день отсутствует технология внедрения новой методики, как технологии в медицинскую практику, потому что Росздравнадзор и Минздрав тоже прекратили это делать. Поэтому здесь, ну, в какой-то степени вы берете риск на себя, а с учетом категории пациентов тут риск только за доктором, который это применяет. Поэтому лучше использовать то, что можно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова